Мы видим, что здесь игрок с тактической целью держит соперника за туловище и не дает ему возможность выйти на открытое пространство. Правильное решение – желтая карточка за неспортивное поведение. Судейская бригада после просмотра момента по монитору правильно определила, что это игра рукой, что это наказуемое касание мяча и руки и правильно назначила 11-метровый удар. Следующий момент связан с единоборством игрока Краснодара Берга и игрока Зенита. Мы видим, что игрок Краснодара выпрыгивает вверх, он не делает акцентированное движение рукой и это не является безрассудным фоллом или нечестным использованием руки в борьбе за мяч. Просто нарушение правил и бригада приняла правильное решение не выносить желтую карточку, не наказывать Берга второй желтой карточкой. Играя опасно, он кроме того, что чуть-чуть дотрагивается до мяча и касается головы соперника, как мы видим на этой картинке. Комиссия приняла решение, что судейская бригада должна была в этом случае назначить 11-метровый удар в ворота команды Краснодара. Ошибочное решение судей. Здесь комиссия приняла решение, что гол забит по правилам, так как мяч прошел уже и игрока-защитника Урала, у него не было шанса сыграть. А затем происходит столкновение игрока номер 11 Спартак с тем защитником, который катится по земле. Правильное решение засчитать гол. Комиссия принимает решение, что судья правильно не назначил 11-метровый удар. И связано это с тем, что игрок команды Урал пробивает по воротам, а игрок номер 39 Спартак оставит ногу перед нападающим и после этого только происходит столкновение. Правильное решение продолжить игрок. В матче Сочи-Спартак мы видим, что игрок номер 15 не касается рукой игрока 23 команды Сочи. А касание происходит в тот момент, когда пробегает другой игрок. И в этом случае мы видим, что нарушения правил нет. Это тоже игровое столкновение. В следующем моменте комиссия признает, что контакт игрока команды 4 с игроком команды Сочи не является нарушением правил. Игрок номер 9 почувствовал этот контакт, подгибает ноги и падает. Правильное решение продолжить игру. Игрок номер 45 команды Сочи в безрассудной манере пытался выбить мяч из-под ног игрока команды Уфы. Мнение комиссии в этом случае игрок команды Сочи должен быть наказан предупреждением за безрассудный фолл и 11-метровым ударом. Комиссия установила, что не было явного нарушения правил игры при пробитии пенальти. Потому что тот игрок, который вошел в штрафную площадь, он никоим образом не влиял на воротаря. И в соответствии с новыми правилами редакции пенальти, при таком небольшом вхождении игрока обороняющей команды в штрафную площадь не перебивается. Мы видим, что воротарь вышел далеко из ворот, но он никаким образом не мог успеть сыграть мяч. И нападающий, если бы не было нарушения, спокойно вышел бы один на один с воротарем и у него был шанс забить гол. Поэтому решение комиссии красная карточка за лишение очевидной возможности забить гол. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!